Робот берет этот голос, превращает в текст. Чем больше данных, тем лучше, тем качественнее будет работать нейронная сеть. Клиенты будут слышать Левитану, ой, это робот, и отключает. В будущем мы будем видеть, конечно, таких голосовых клонов самих себя. Женский голос, он более конверсионный. Пощутил с роботом и взял кредит, случайно. Всем привет, это подкаст по трендим от МТС, меня зовут Николай Свистун, и сегодня мы затронем сказочную тему. Вы же знаете, когда сказитель хочет подчеркнуть сказочность того или иного предмета, что происходит? Предмет обращается к герою человеческим голосом. Вот насколько наши компьютеры, наши машинные системы готовы говорить с нами по-человечески, мы сегодня и обсудим синтез и распознавание речи. Так строго формулируется наша сегодняшняя тема, и я с удовольствием представляю моих собеседников. Юлия Чуркина, деливери-менеджер в продукте Аудиограм МТС-АИ, и Фарух Авезов, бизнес-девелопмент-директор в компании Туин. Друзья, здравствуйте еще раз. Привет. Привет. И, конечно же, хочется начать как-то со снов, потому что, как, знаете, говорят для настоящего биолога, не существует проблемы курицы или яйца, да, потому что он точно знает, что появилось раньше. Вот есть какие-то догадки, наверное, что появилось раньше, синтез речи или распознавание, но хотелось бы про какие-то вехи от вас услышать. Тут сложно сказать, что появилось раньше синтез и распознавание. Я думаю, что, наверное, будет безопасно сказать, что вообще годам к 50-м появилось некоторое понимание, что математика, вообще как бы прогресс в математике, да, и появившаяся теория о сравнении компьютера, ну, каких-то сложных вычислительных машин, тогда это не называлось компьютером, и свойство человеческого мозга, оно привело к тому, что стала появляться такая отрасль, как понимание речи, speech understanding. В 1952 году, если мне не изменяет память, одна компания, название которой я не помню, сделала компьютер, который мог распознавать первые, там, условно, 10-11 чисел, от нуля до десяти. Затем где-то в 60-е годы есть в Америке, в Министерстве обороны такое агентство, которое финансирует продвинутые исследования. Оно, соответственно, при его поддержке был создан компьютер, который мог распознавать уже порядка, там, тысячи или более тысячи слов. Далее в 70-х, 80-х компания IBM была способна создать компьютер, который уже может обработать более 20 тысяч слов. А уже в 90-х годах прогресс по нейронным сетям, которые тогда как раз вот начали активно появляться и развиваться разными топовыми исследователями, он, в общем, стал тем поворотным моментом, когда распознавание и синтез речи, в общем, стали приходить к тому состоянию, которое мы видим уже сейчас. Так, минуточку. Мне всегда казалось, что имитировать человеческую речь, то есть синтезировать ее, это процесс куда более простой, чем распознавание. Почему? Вот сейчас как-то получается, что вроде как с 50-х годов в компьютере что-то понимали, а заговорили, видимо, позже. Как вообще выглядит синтез речи? Как это работает? Синтез речи. Есть определенная информация, которая поступает роботу. И есть как бы АСР, да, автоматическое распознавание речи. Распознавание речи, да. Значит, есть АСР-ка, например, у нас есть своя собственная АСР-ка, прилетает входящее обращение в виде голосового сообщения. Что происходит? Робот берет этот голос, превращает в текст, дальше этот текст отдает уже, так скажем, второму роботу, который занимается озвучкой этого текста, то есть text-to-speech. Это как бы второй движок в рамках этой платформы. Иногда общаешься с партнерами, с клиентами, с людьми вообще, говоришь голосовые роботы, люди думают, что это просто какой-то голосовой робот, который выполняет определенную роль. То есть он и слышит, и понимает, и озвучивает. На самом деле это такой более сложный процесс. Он как минимум состоит из трех частей. Первая часть — это вот АСР, которая распознает голос, превращает в текст, и дальше с этим текстом этот робот работает. Есть внутри этой большой экосистемы, значит, NLU-движок, Natural Language Understanding, который распознает уже намерение, распознает контекст, распознает всю текстовку и отдает уже второму роботу. Второй робот уже с заранее предзаписанным каким-то текстом, алгоритмом уже работает. Он считывает этот текст и озвучивает уже клиенту. А, ну вот получается, что те первые примитивные озвучалки, которые появились еще в 90-е, наверное, даже причем на бытовом уровне, я помню, достаточно заурядные машины там с какими-то 386-ми процессорами, они это умели как-то что-то произносить. То есть это в описанную вами систему не входит. То есть была какая-то просто имитация, не имеющая ничего общего с современными технологиями? Скорее да, чем нет, потому что все-таки я думаю, что имела... Я подозреваю, что имела место история, когда просто была некоторая фраза, которая была каким-то примитивным образом записана и озвучена. Ну вот как, не знаю, на вокзале. Вот есть какое-то там объявление, они просто записывают на определенные тексты просто голос диктора, и после этого как бы потом... Ну как из кирпичиков, да? Да, совершенно верно. И потом из этих кирпичиков все складывается. Мы слышим вот очень монотонный там 12 часов, да, там 0 минут. А, ну кстати, вот эти же телефонные ответчики еще в советские времена, которые можно было позвонить там по какому-то номеру с дисковым наборником, все это было, и тебе произносили который час. О времена у нравы. Да, ничего только не вспомнишь, действительно. А какое было целеполагание вообще изначально для разработки вот этих систем понимания и воспроизведения речи? Вот эта вот разработка, она больше... Это про Дарпу мы уже услышали, да, про военных. Но военным всегда все интересно, они же такие любознательные. Они просто хотят сделать мир лучше, разумеется, для себя. Так. Естественно, вторая часть, это, ну, наверное, я бы это отметил как самой важной частью, это развитие бизнеса. Эта штука, вот эти вот и голосовые роботы, и чат-боты, ведь распознавание, это не только про голосовых роботов, да, это распознавание еще текстовой информации, которая падает на этого робота, он распознает интент и дальше уже отвечает только в текстовом формате. Собственно, бизнес. Робот помогает клиентскому сервису автоматизировать весь процесс обработки входящих обращений. Потому что сейчас вот банки, e-commerce, retail, они все развиваются и развиваются, клиентов становится все больше и больше, да, а как бы одного контактного центра, который, ну, например, состоит из 100 человек, недостаточно для обработки такого потока входящих звонков. Собственно, в данном случае там приходят такие компании, которые делают голосовых роботов, разрабатывают этого робота, устанавливают условно в контуре компании, да, и весь поток входящих звонков обрабатывает, ну, в качестве первой линии, как бы, робот. Он обрабатывает, распознает определенные тематики, отвечает на вопросы клиента, и когда клиент говорит, переведи меня на оператора, да, он берет и просто переводит уже на живого человека. Собственно, здесь это первая часть, да, это клиентский сервис. Вторая часть — это, как бы, продажи. Робот может не только работать со входящим потоком данных, он может еще и массово, допустим... Делать холодные обзвоны. Да, да, да. То есть сейчас, допустим, для того, чтобы обзвонить, я не знаю, там, миллион номеров, это должен быть огромный контактный центр, взял, отдал, давайте звонить, да. То есть еще работа монотонная, никто особенно не рвется, конечно. Да, рутинная, очень сложная работа, там, не дозвонился, опять перезвонить. Ну, вот это вот, это реально очень сложная работа. А робота взял, разработал, описал определенный скрипт, алгоритм, и все, он просто обзванивает и выполняет функцию вот этого вот менеджера по продажам, который умеет выявлять потребности, работать с возражениями, там, не злиться на клиентов, да. А клиенты-то, бывает, могут же и крепким словцом приложить. То есть изначально эта задача решалась как сугубо практическая? Почему-то хочется верить в что-то светлое, что хотели помочь людям с ограниченными возможностями, или решить что-то такое сугубо научное, например. Кстати, про это есть очень интересный кейс. Возможно, там, ты слышал, может быть, Фарух слышал. Есть такой разработчик, Иван Бакаидов, довольно известный в узких кругах. Я не из этих кругов. У него, насколько я помню, у него церебральный паралич, и у него есть проблемы с тем, чтобы выражать свою речь. Он создал приложение Линка в честь, по-моему, погибшей своей подруги с аналогичным расстройством, которое, ну, у него есть много разных возможностей реализации, но в частности, печатая какой-то текст, или, например, с помощью айтрекера выбирая какие-то карточки, на которых что-то изображено, ты получаешь в итоге озвучку того, что ты написал. Вот в плане синтеза речи, мне кажется, что такого рода приложение, это, ну, вот просто, наверное, ну, в России, по крайней мере, для меня это золотой стандарт того, как такие технологии могут действительно помогать людям. Не просто работать там, ну, вот другой кейс, в котором, например, используется и распознавание, и синтез речи. Это разного рода виртуальные помощники. Да, в нашем смартфоне, мне кажется, у каждого из нас есть какой-то виртуальный помощник. Не знаешь, как выключить иногда. Да, увы, увы, да. Но, например, ну, вот у меня есть предположение, что, возможно, например, для людей, у которых есть проблемы со зрением, тоже зачастую, может быть, проще нажать на какую-нибудь крупную кнопку, зачитать сообщение, оно будет преобразовано в текст, и это уже как бы мы имеем дело... Ну, или помощник тебе прочтет то, что на экране... Да, да, или помощник прочтет тебе то, что на экране это синтез, если ты зачитал какой-то текст, и он был отправлен в текстовом виде, это распознавание. То есть я думаю, что социальная составляющая в этом, конечно, тоже есть. Ну, давайте немножко поговорим о технологиях все-таки, как это все выглядело изначально, как выглядит сейчас, потому что, ну, вот мы сейчас общаемся, да, и мы друг друга понимаем. Мы, вы, уважаемые зрители, надеюсь, тоже нас понимаете, хотя временами, наверное, трудновато. Дальше легче не будет, мобилизуйтесь. Так вот, я вспоминаю просто книгу Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти», где он с точки зрения филолога, а он был действительно великим лингвистом, писателем, где он пытается анализировать, как человек соотносит вот эти лексемы, которые на него сыпятся со всех сторон, с миром понятий, там, предметов, объектов, среди которых он живет. И у него есть классная фраза, что у взрослого лопнул бы череп просто от этой работы невероятной, которую проделывает детский мозг. И вот дальше мы вроде бы, вот ты уже сказала, да, про 50-е годы, мы что, мы видели эти вычислительные машины в музеях, и там какие-то лампочки. Которые занимают полкомнаты с лампочками. Залы какие-то невероятные, и все, чтобы там два числа перемножить. Ну да, так все развивается, так все растет. Вот как удалось вот этот невероятный объем работы, который проделывает человеческий мозг, запихнуть в маленькую серенькую коробочку? Это как все устроено? Если совсем простым языком, в распознавании речи нам что требуется, да, вообще для того, чтобы сделать модель, которая будет распознавать речь? Нам нужен датасет. Некоторый набор данных. Это набор данных, прежде всего, аудиозаписи в очень большом количестве. Чем больше данных, тем лучше, тем качественнее будет работать нейронная сеть. Нам нужны вычислительные ресурсы, понятно, на которых это все будет обучаться, большое количество видеокарт и процессоров. Нам нужна обязательно разметка. То есть вот речь, которая присутствует в датасете, должна присутствовать текстовая версия этой речи, которая тоже создается по определенным правилам. Ну, например, там, не знаю, мы вот буквы... Что мы, например, делаем с буквами Е и Ё? Как мы поступаем с теми или иными словами? Мы учитываем какие-то слова, там, паразиты или не учитываем? И, разумеется, нужны специально обученные люди. Существует ряд сетей, которые... нейросетей, которые работают с распознаванием речи. Есть известный довольно, можно сказать, золотой стандарт. Это Caldi, которая, в том числе, по-моему, работает и с русским языком. Есть трансформеры от компании Google, которые вот сейчас являются таким, можно сказать, state of the art, да, то есть это топовая технология. Есть сквизформеры. В общем, великое множество разных архитектур. В целом это выглядит так, что сеть понимает... нейросеть, модель понимает, что есть вот некоторый вот этот корпус текста, да, она сопоставляет звуки с буквами, и в результате учится распознавать там определенные слова, буквы и так далее, и выдает некоторый результат распознавания. Важно сказать, что базово, ну вот если мы говорим про совсем простой случай применения АСР, это будет просто текст сплошной, там, без пунктуации, без капитализации, то есть без поставления заглавных букв, да, без, возможно, удаления каких-то слов. Все вот то, что я перечислила выше, да, это все некоторые, ну, навороты, которые можно добавить потом. Но вот базово это выглядит примерно так. Угу. Ну, то есть, по сути дела, мы имеем, с одной стороны, массив звуков, с другой стороны, массив текстов, да? Да, да, да. И при помощи определенной математики можем одно с другим соотнести. Так это все выглядит. Да, я здесь хочу отметить, самое главное, наверное, значит, робот, тот, который распознает намерение, да, он работает с текстом. Потому что прилетает, как бы, входящий звонок, АСР распознает, превращает в текст, и дальше уже именно с этим текстом работает вот. Да, я как раз хотела сказать, прошу прощения, что перебиваю, намерение, это немножко не, ну, это уже не АСР, да, да, да. То есть намерение, это вот обработка естественного языка, это, как бы, классификация некоторая, то есть, ну, там, например, там, мы понимаем частоту употребления какого-то слова или каких-то слов, и из этого понимаем тематику, на которую, тематику того текста, который был произнесен. Да, это просто, чтобы не было путаницы между АСР и вот дальнейшими... Ну, то есть для того, чтобы понять клиента и что он там сказал, да, в целом его мысль, нужно работать с текстом. Вот превращается в текст информация, дальше с текстом работает, как бы, ну, словно, второй робот, да, и подключает уже как бы... Ведет семантический анализ. Да. Ну, тут, конечно, целый ряд ловушек подстерегает этого несчастного робота, потому что есть, например, синонимы, слова разные, но обозначающие там плюс-минус одно и то же. Есть амонимы, которые вообще до свидания, которые звучат одинаково, обозначают абсолютно разные вещи. И то есть получается, что у нас вот к этой всей механике, которую вы сейчас описали, должен подключаться какой-то понятийный аппарат. И это уже задача, с которой хомо сапиенс-то не всегда справляется. Как роботов-то умудрились научить. Да, здесь, естественно, вот этот аналовий движок, который стоит во многих компаниях подобных, да, он что делает? Он распознает намерения, орфографические ошибки, синонимы и так далее. Единственное, тут может возникнуть вопрос с какими-то фразочками, например, ну да, это мне интересно. А, мое любимое русское отрицание, ну да, конечно, да? Да, конечно. Из двух утверждений. То есть вот здесь вот это действительно ловушка, потому что так как робот работает с текстом, он может просто взять и в текст переложить информацию и подумать, что ему это интересно. Но на самом деле фраза-то была произнесена по-другому, да, там по-русски. Ну расскажи мне это, что ты знаешь, да, там. Вот. И понятно, что этот робот здесь может немножко ошибиться и пойти не по тому скрипту, да, начать клиенту, например, рассказывать презентацию и пытаться продать этот, так скажем, продукт, например, кредит. Но на самом деле с клиентом нужно было просто попрощаться. Он так взял, пошутил с роботом и взял кредит случайно. Да, это очень опасно, конечно. Проблемы 21-го столетия. Вообще, собственно, насколько удается вот эти нейросети, которые распознают речь человеческую, вообще научить понимать контекст, это в принципе возможно? Я бы тут сказала, что понимание контекста это немножко не задача ни синтеза речи, ни распознавания речи, о чем вот мы сегодня говорим. То есть, как я уже сказала, АСР, автоматическое распознавание речи, оно выдает некоторый текстовый результат того, что было распознано. Есть целый класс моделей, так называемых больших языковых моделей, например, всем известная GPT, BERT и прочие модели. Они обучаются на огромных корпусах текстов, и они обучены таким образом, чтобы в том числе понимать контекст того, что было там написано, подано в эту нейросеть, и, соответственно, выдавать результат и преобразовывать, заниматься некоторыми преобразованиями. Ну, например, там, всем известен кейс, когда ты, не знаю, в чат GPT или куда угодно еще пишешь какой-то текст и просишь его стилизовать, преобразовать, сократить. Но это работа именно языковых моделей, они очень большие, они очень ресурсозатратные в обучении. Могу сказать, что вот в нашем продукте в аудиограмме разработки над языковыми моделями ведутся, в МТС, насколько я знаю, тоже ведутся, вот, но это такой вот очень дорогостоящий, но при этом очень многообещающий, я бы сказала, вектор развития нейросетей. Правда ли, что в этой связи спрос на филологов, на лингвистов повысился как раз? Конечно, конечно. Конечно. У нас есть, помимо того, что в продукте в аудиограмме, есть команда лингвистов, которые занимаются как раз амонимами, амографами, юфикациями, нормализациями всевозможными, преобразованиями сокращений в полные слова, там, и обратно слов сокращения, там, денормализации. Также есть целая команда, которая занимается обработкой естественного языка, которая также работает... Такой естественный язык. Разговорная речь имеется в виду? Ну, естественные языки, это обычные человеческие языки. Она занимается как раз обработкой естественного языка, там тоже очень востребованы лингвисты. И, естественно, мне кажется, что в работе над любыми нейросетями, которые так или иначе связаны с речью, лингвисты весьма и весьма востребованы. Вот что касается очистки, допустим, сообщения вот этого речевого от слов-паразитов, то есть слова, которые могут звучать как вполне нормальные, значащие, ну, слово «значит», «допустим», и так далее, но они только застаряют, да, и таким образом усложняют понимание. То есть это тоже задача языковой модели? Здесь, ну, сама платформа, да, она, когда клиент обращается и озвучивает какие-то вот эти вот слова-паразиты, какие-то, я не знаю, там, дополнительные слова, я не знаю, вот я недавно услышал в интернете, наткнулся на фразу «я много не болтоваю», да, там общается один с другим, говорит «я много не болтоваю», но он забыл, как произносится это слово, да. Понятно, что вот здесь вот робот, он на базе контекста, он может понять, о чём идёт речь, да, и может распознать это «я много не разговариваю», да. И дальше пойти по правильному скрипту. Ещё возвращаясь к лингвистам, я здесь хочу отметить такой очень важный момент. Естественно, спрос на этих лингвистов, на разных кандидатов лингвистических наук, очень повысился, с учётом того, что, значит, они же не просто знают литературный язык, они знают местный язык, локальный язык. А локальные языки, например, в том же самом Казахстане, он такой, знаете, он неполноценный литературный язык, он неполноценный русский язык, он... Казахи это называют «шало-казахский язык», это когда человек общается на казахском языке и произносит русские фразы. Ну да, на юге у нас там украинизм. в многом языке. Абсолютно верно. Где-то в Сибири там свои какие-то есть. Это нюансы всего постсоветского пространства. И мы научили этого робота тоже всю эту историю как бы распознавать. То есть, если он в процессе общения, я не знаю, на казахском, на таджицком или на каком-нибудь узбекском языке, слышит билингвизм и какие-то русские фразы, он понимает, что это означает вот это. И идет по правильному скрипту. Вот. А не переключается на русский язык. Одно из правил вербовки говорит о том, что надо имитировать речь собеседника, подражать ему буквально. И тогда он скорее примет тебя за своего. Простор для маркетинговых технологий. Умеет ли голосовой синтез в настоящее время подстраиваться? То есть, есть ли какая-то обратная связь? То есть, если, допустим, мы начинаем что-то сообщать собеседнику, видим, что собеседник у нас как-то грустит. И мы такие, ну, вот вы понимаете. И сразу начинается вот тоже такое сочувствие, допустим. Вот это возможно? Я думаю, что это комбинация двух технологий. Это комбинация технологий распознавания эмоций. Когда мы, если, допустим, мы говорим про голосовую помощь. А есть уже распознавание эмоций? Конечно. Да, есть эта технология. Есть эта технология. Конкретно, опять же, в моем продукте, да, аудиограмм от МТС и я, и там, я думаю, что мы внедрим это в 2024 году. Эта технология довольно востребована, ну, скажем так, в ряде случаев, когда нужно, например, определить, если это, например, диалог с каким-то клиентом, нужно определить, насколько вежлив был оператор, да, или с каким настроением говорил абонент, остался он доволен, или он был зол, или еще что-то. Это можно делать. Есть просто специальные датасеты, в которых есть данные, которые вот содержат там сеты с определенными эмоциями. Да, на основании этого можно обучить модель таким образом, чтобы она распознавала эти эмоции. В том, что касается эмоционального синтеза, как я уже сказала, это тоже возможно. Вот, правильно ли я поняла вопрос? Ну, в целом, да. Ну, то есть получается, что даже если прямо сейчас этого нет, то это в обозримом будущем уже, вероятно, появится, когда будет система улавливать твое настроение и под него подстраиваться. Думаю, что да, думаю, что виртуальные ассистенты смогут это сделать. Вот, я думаю, что на нашем веку и достаточно скоро. Сейчас вот по поводу виртуального ассистента, да, это будет точно, это будет работать в ближайшее время, потому что все прям очень быстрыми темпами развиваются. Но вот распознавание эмоций на текущий момент уже в некоторых контактных центрах, особенно в крупных банках, они уже развернуты, установлены и работают. Но работают не с роботами, а работают в рамках контактного центра. И вот эти, значит, технологии по распознаванию эмоций, каких-то, я не знаю, настроений клиента или операторов, да, они помогают как раз-таки клиентскому сервису улучшать свои бизнес-процессы. То есть робот слушает разговор двух живых людей и на этом основании понимает, какая там эмоциональная окраска. Абсолютно верно. Например, оператор нагрубил клиента, или оператор начал говорить о политике, я не знаю, или клиент начал злиться на оператора, а оператор ржет, да. Вся эта история, она фиксируется в аналитике, в платформе, да. И, собственно, руководитель контактного центра, который отвечает за развитие лояльности клиентов или, я не знаю, целях, контроле, качество обслуживания клиентов, да, они просто сидят и анализируют. То есть им уже не обязательно слушать там каждый этот разговор, они могут слушать там самые требующие внимания. Абсолютно верно, да. Если раньше это все слушал человек в мониторинге. Потому что все по одному скрипту. Да, да, да. Я не знаю, 100 операторов, каждый оператор делает 200 звонков в день. И каждого из них прослушать, естественно, у тебя как бы сил не хватит, там целый штат мониторинга нужно набирать. Такого как бы не напасешься. Да, а здесь подобные речевые технологии, они помогают автоматизировать эти бизнес-процессы. Скоро это будет работать уже в роботах. Чудеса. Хорошо. Все-таки хочется дальше пойти по этой же дорожке. Вот, например, в самолетах, да, есть, мы знаем все, кто летал на тренажерах или там бывал в кабине. Есть вот эти голосовые тоже такие, ну не то чтобы ассистенты, а такие подсказчики. И там можно выбрать тоже голос. То есть можно сделать так, что с тобой робот будет говорить там мужским или женским. А как для вот этих помощников, для роботов выбираются голоса? Как они тренируются? Можно ли, не знаю, клиент пришел и говорит, Юрия Левитана хочу. Вот сил нет, как хочется Юрия Левитана. Или вы там можете со своей стороны сказать, вы знаете, лучше Левитана не надо под вашу задачу. У нас вот есть там клава Маша Даша, там нужно подчеркнуть, она вам больше подойдет. Опять же, смотри, как могу рассказать про то, как это происходит в нашем продукте. Мы не выбираем голоса, потому что наш продукт, это как бы такой, скажем так, входная точка для многих других продуктов и сервисов МТС. Голоса выбирают другие специально обученные люди. В этом участвуют и маркетологи, которые проводят, например, аботесты, для того, чтобы понять, какой голос больше. Аботест это либо-либо, да? Либо-либо, да, которые понимают, например, какой голос больше зайдет аудитории, да, и они нам, они выбирают дикторов, дикторы производят начитку. Чем больше часов, тем лучше, но нам для обучения нового голоса нужно порядка 20 часов этой начитки. Вот, после чего, собственно, эти данные появляются у нас. Данные, разметка, мы их проверяем и обучаем. В теории кто угодно может прийти к нам и сказать, хочу голос вот этого, если диктор согласится и готов будет правильным, поставленным, все-таки лучше, чтобы поставленным голосом нам начитать, мы вполне сможем это сделать. По поводу Левитана. Есть, я думаю, проблема в том, что Левитан, ну, тексты, которые даются диктором на начитку, они, как правило, составлены таким образом, чтобы там было максимальное богатство морфем, да, чтобы можно было малейшие какие-то комбинации, самые разные, самые разные комбинации звуков, как бы слогов, да, как это все будет произноситься, датсад должен быть довольно чистый, довольно хорошего качества. Поэтому нет, в теории, конечно, можно взять записи голоса человека в большом количестве. Ну, Левитан же не только сводки с Овенформбюро, читал, он много чего, дедал всякого. Наверное, он много чего. То есть, я думаю, да, если почистить эти данные, ну, тут дальше могут быть вопросы с тем, а можно ли вообще использовать голос Левитана, да, какие-то правовые. Вопросы этики существуют всегда, кроме того, не так давно был же скандал как раз с одной, по-моему, актрисой, которую Ники Банк взял и использовал для тренировки как раз. И теперь она не может найти работу. И, в общем, теперь уже проблема. Актриса озвучания, да. Потому что, да, она теперь строго ассоциируется с конкретной вещью, ну, то есть, в общем, был нанесен ущерб. Да, вопрос о этике в этом смысле, конечно... По поводу Левитана, значит, он будет неконверсионным. Почему? Это же переведите, пожалуйста. Но если бизнес, допустим, в банке или в каком-нибудь ритейл, да, возьмет голос Левитана и будет использовать этот голос для продажи кредитного продукта, клиенты будут слышать Левитану, ой, это робот, и отключает. Вот. Поэтому что мы делаем? Мы, если мы идем к определенному диктору, мы говорим так, не заморачиваясь, общаясь, как будто бы ты сидишь там в контактном центре, да, обычный смертный человек, как будто бы ты со своим ребенком общаешься или со своим супругом, просто говори, как ты обычно в жизни говоришь. А не надо вот эту вот дикторскую выразительную речь. Не надо использовать. Адернутая в бархат. Абсолютно верно. Наша задача на текущий момент является решить вопрос бизнеса. Вопрос бизнеса это что? Это либо продать, это либо выбить долги. Кстати, Левитан мог бы хорошо поработать в качестве коллектора. Да, тут, конечно, пространство большое. Ну, хорошо, а чисто творческую задачу, если надо решить? Это да, это если вот помнишь, одна известная компания использовала голос Меладзе, там, здравствуйте, у нас там ценопад, офисы закрываются и так далее, и так далее. Да, клиенты четко понимают, что им звонит предзаписанный голос Меладзе, да, и он это, и он либо говорит да, либо нет, либо там нет какого-то целевого действия, скажите да, нет, просто приходите в наш офис, да. В таких случаях, да, это какая-то там пиар-история, какая-то маркетинговая история, где не требуется call to action, да, там, совершите целевое какое-то действие. А вот если мы говорим про такие бизнесы, как, например, банки, а в банках там два направления. Первое — обработка входящих обращений, автоматизация. Второе — это продажи, максимум там ипотек и кредитных продуктов продать. И третье — это коллекшн. Вот. Там, естественно, берется голос какого-то там строгого мужчины, там, какого-нибудь там жесткого папы, да, который очень мощно, очень серьезно общается с клиентами. Вот. Это все как бы предзаписывается, какие-то переменные гибридные, значит, озвучка озвучиваются. Вот. А если мы говорим про пол, это тоже важно. Вот у нас есть статистика. Значит, женский голос, он более конверсионный. Он больше умеет... Ну, то есть, клиента больше клюет. Было же даже исследование, ну, правда, уже довольно такое пожухлое, что многие люди, звоня в офис организации, если попадают на мужской голос, считают, что они ошиблись номером. Да. Что просто замешательство такое происходит. Ну, потому что есть... Это некоторый сексизм. Есть, потому что это стереотип. Безусловно, девочка на ресепшене, потому что, да, ну, есть этот стереотип, ну, куда от него деваться. Ну, да, но я вот, наверное, тоже могу добавить, что вот в нашем случае я не могу раскрывать имена наших дикторов, да, но для голоса... Насколько я знаю, для вот виртуальных ассистентов, мы вот пока... Наш базовый голос мужской, вот, но он довольно приятный, и все-таки... Ну, это немножко другое, да. Это и для целей, там, развлекательных, да, и для целей каких-то отдачи каких-то, там, поручений, да, и для всего такого. Но я тоже думаю, что наша линейка голосов, конечно, будет расширяться. Плюс, опять же, под каждый... Все очень сильно зависит от клиента, от потребителя, от продукта, да. Кому-то нужен строгий мужской голос, кому-то нужен более мягкий женский голос, кому-то нужен мягкий мужской голос. Ну, мне кажется, если ты в техсаппорт звонишь, наверное, ты тоже больше ожидаешь мужчину услышать, хотя женщина может разбираться ничуть не хуже в этом вопросе, да, так как некоторые паникуют, когда, опять же, мой любимый пример из авиации, баба-командир. Все такие, ну все, да, перестаньте уже сколько можно. Если она в этом кресле, значит, она разбирается лучше любого мужика. Хорошо, еще я вспоминаю один пример, литературный, из моих любимых Ильфа и Петрова. Там был случай, когда пропал, по-моему, начальник, кажется, Полыхаев его была фамилия. Напишите в комментариях, если помните лучше меня. И секретарша очень легко нашла выход из положения, потому что был такой набор резиновых штампов, там, тише едешь, дальше будешь, с подписью, там, одобряю и так далее. И там замечательная фраза, что резиновый Полыхаев справлялся ничуть не хуже настоящего. Ну, представим себе начальника, допустим, или какого-то там, да, просто человек, который хочет такого голосового помощника, представляющего собой вот копию. Вот такой вот синтетический Коля Свистун будет отвечать на вопросы, или там начитывать тексты, допустим, или еще чем-нибудь таким заниматься, что у настоящего Коля Свистуна нет времени. Это возможно? Да, короткий ответ, да. Сейчас и... Люблю, когда ответ, короче, вопросом. И у нас этим занимаются, ну, вообще в целом в России, да, и за рубежом. Я думаю, ну, все в целом идет к этому. Опять же, вот диффузионные нейронные сети уже позволяют даже на небольшом объеме, там, ну, вот этих данных для дообучения, для того, чтобы ты начитываешь какие-то фразы своим голосом, да, они уже позволяют делать вот это клонирование. Я думаю, что, да, в будущем мы будем видеть, конечно, таких голосовых клонов самих себя. Это тоже большое пространство для, там, этической дискуссии, да, может ли это быть использовано против тебя, да, в каких целях это может быть использовано. Но безопасный, например, способ, который я вижу для вот такого, для такой технологии, это, например, как раз автоответчик, да, какой-нибудь автоответчик, который отвечает за тебя, тебе звонит какой-нибудь спамер, а ему кажется, что он говорит с живым тобой. Ты ему отвечаешь, 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 забалтываешь его, он в полной уверенности пребывает. Он не звонит никаким бабушкам в это время, что особенно важно. Хорошо, можно ли такую создать систему распознавания, которая будет понимать, что имеет дело с синтезированным голосом? Ну, то есть такое противодействие, возможно, мошеннику, который захочет на твоих, там, назаписывает тебя где-нибудь, и решит с банком поговорить от твоего имени, а там раз какой-нибудь хитрый, на входе стоит какой-нибудь хитрый мозг, который понимает, что, а, это синтезировано. Да, есть разные способы с этим бороться. Есть технология антиспуффинга, которая определяет, ну, там, бинарно, да, человеческая речь, синтетическая речь. Да, это вот одно направление, в котором мы, кстати, работаем. На тестеринга, да, похоже? Что-то типа того. Есть возможность, например, создания, ну, это вот, я сейчас очень теоретически говорю, да, потому что только слышала про такую технологию, но условно создавать, это просто очень с легальной точки зрения довольно сложный регулируемый процесс, но, допустим, возможность создания некоторых слепков, да, цифровых, с речи мошенника, как мошенника-робота, так и мошенников, которые любят звонить и представлять в службу безопасности одного известного банка, заносить их в условную базу, и если, допустим, слышится вот этот голос, да... Как отпечатки пальцев проверять, что такое. Ну, это фингерпринтик, да, такой вот. Мы сейчас как раз-таки это и делаем, как мы, ну, понятно, что мы там разработали робота, отдали там первому, второму, третьему клиенту-партнеру, и этот робот начинает обзванивать. И мы действительно, это одна из проблем, да, компаний, которые делают подобных роботов и запускают их в целях продажи. Мы действительно сталкиваемся на текущий момент с подобным вопросом, я бы это назвал такой проблемой, да, когда робот дозванивается до робота, до автоответчика, и начинает с ним болтать. И тот автоответчик, он... И причем там несинтезированная речь, там просто предзапись, да... Мы нашли одно решение. Сколько этих роботов, столько и слепков мы на текущий момент делаем, да, и, во-вторых, вот мы четко распознаем, какие слова, фразы он использует, этот робот, и просто эти фразы зашивая в мозг нашего робота, чтобы, если он слышит последовательность этих букв, фраз, и, значит, реплик, он просто понимает, что этот робот, он тут же прекращает диалог с ним, чтобы не болтать, не жрать трафик клиента. Вот так вот. Так, хорошо, ну давайте, мы, коль скоро перешли к каким-то перспективным вещам, давайте помечтаем чуть-чуть. Вот что ждет нас в смысле синтеза и распознавания речи в ближайшем будущем? Ой, я думаю, что в ближайшем будущем в рамках синтеза и распознавания речи будут появиться распознавание эмоций, распознавание настроения. Это точно вот, я думаю, что точно в 2024 году появится, да, и будет шикарно работать, и повысит конверсию наших клиентов. А в аудиограмме что нас ждет нового? В аудиограмме я, наверное, отвечу сначала такими общими словами вообще про будущее, да, что вот я бы ожидала. Мне кажется, что, конечно, в ближайшие, наверное, ну вот 10 лет очень на слухую технология цифровых аватаров, то, о чем я немножко говорила ранее, да, то есть создание цифровых слепков человека в случае с созданием, например, видео по изображению, это немножко сложнее с точки зрения голосового такого твоего аватара в разных ипостасях, и там в виде каких-то ботов, да, и в виде просто возможности, там, полной копии твоего голоса, который что-то там отвечало, да, и с какими-то интентами, которые ты закладываешь, да, это, мне кажется, то будущее, к которому мы в итоге, наверное, рано или поздно придем. Что касается непосредственно вот нашего продукта, я бы сказала, что сугубо прагматически мы будем стремиться к таким вещам, как улучшение архитектур моделей, да, для того, чтобы они работали быстрее, потребляли меньше ресурсов, чтобы больше были довольны заказчики, да, снижение вообще TCO, Total Cost of Ownership, да, то есть вот тех затрат, которые мы несем для того, чтобы довести технологию до продакшена, самыми разными путями, то есть это и, ну, в целом, как-то удешевление технологии, да, и улучшение архитектуры, и там, работа ее на распределенных серверах, для того, чтобы не приходилось стучаться всем в один там центр, который находится, не знаю, там, в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде, да, а для того, чтобы можно было подгружать там какой-то контент, который находится у пользователей там в пределах одной распределенной сети, то есть я бы сказала, что прагматически это так, ну, и говоря про аудиограмм, те технологии, которые мы бы очень хотели развить вот в самое ближайшее время, это, я думаю, что это будет антиспуфинг в каком-то виде, я думаю, что это будет диаризация, то есть когда у нас есть некоторый поток речи от двух спикеров, и мы умеем разделять этих спикеров, определять, где один спикер, где другой спикер, про эмоции Фарук сказал для нас, это тоже весьма и весьма актуально, ну, и в целом какие-то разные инженерные наработки, которые позволят качественно улучшить то, как будет выглядеть наш продукт. Юлия Чуркина, delivery manager в продукте аудиограмм МТС-АИ, Фарух Авезов, бизнес-девелопмент-директор в компании TWIN. Спасибо большое, друзья, за эту содержательную беседу, спасибо вам, что досмотрели подкаст до конца, поделитесь с окружающими, задайте интересующие вас вопросы по теме в комментариях, и, быть может, к теме синтеза, речи, распознавания, к созданию цифровых аватаров мы еще вернемся. Всего доброго.